Всем привет! А не пора ли снова поговорить о мемах? О смертельных мемах, а еще о поехавшей конспирологии о них. О значении мемов и меметике в SCP я уже рассказывал в другом видео на эту тему. В этом же ролике нас ждет чуть более глубокое погружение, так что шапочку из фольги, хотя ладно, весь этот прикол про шапочки из фольги давно уже умер и разложился. Да и для конспирологии такого уровня, что будет представлено в этом видео, нужен как минимум целый скафандр. Для тех, кто не смотрел прошлое видео про мемы, оно конечно же есть по ссылке в описании. Ну и кратко скажу, что мемы это единицы культурной информации, которые могут как бы заражать людей и распространяться как вирусы. Из мемов могут быть составлены довольно сложные сущности, такие как например 3125, который по лору вообще заразил и захватил весь мир, и теперь ловко манипулирует реальностью, чтобы внушить людям определенное видение действительности, а главное идею, что его самого не существует. Кроме того, очень рекомендую посмотреть мое видео о лоре пятой церкви перед этим, тогда это видео точно взорвет ваш мозг. Многие задаются вопросом, связаны ли SCP-3125, антимиметика, мемы и пятая церковь. В мире SCP, к сожалению, в самом лоре ответ на этот вопрос не предусмотрен, но его можно найти за пределами ресурсов SCP, в темных дебрях глубокого интернета. Так вот, когда я рылся в занимательном мире интернет-безумие, я наткнулся на несколько странных теорий. Да, это теории о том, что существуют сложные меметические сущности, которые уже захватили и заразили весь мир, и теперь ловко манипулируют реальностью, чтобы внушить людям определенное видение действительности, а главное идею о том, что самих их не существует. Погодите-ка, где-то я, кажется, повторился. Ну да не суть. Называется это дичь вирус-23. Конспирологическая теория средней отбитости о том, что существует некое тайное общество, которое пытается путем создания мемов влиять на умы людей по всему миру. И это даже не Двач, не Фочан, не раковые паблики ВКонтакте, хотя как знать. Вернее, они пытались, пока не создали вирус-23. И этот комплекс заразительных идей оказался настолько сильным и эффективным, что быстро поразил всех и каждого, сделав из половины человечества информационных зомби. Сам этот вирус состоит из гремучей смеси киберпанка, шаманизма, психоделики и загружается прямо в мозг жертвы через красивые картинки и интересные тексты. Вирус-23 упомянут в книге профессора Дугласа Рашкоффа под названием «Медиавирус». Сам Дуглас – это, кстати, профессор медиаведения. И тут я подумал, а не организовать ли науку SCP-ведения и тоже стать профессором? Ну да ладно, это медиаведение было придумано в 1975 году и собрало под своими знаменами множество отборных интересных личностей. Так или иначе, в книге про то, как страшные медиакорпорации под управлением иллюминатов зомбируют народ, среди прочего упоминается вирус-23, как очень сильное меметическое заражение. Настолько мощное, что даже сами слова «вирус-23» могут послужить причиной начала мемной болезни, проникая в разум человека на большую глубину своими и ледяными щупальцами, как поэтично описывает это автор. Так что, если произнося слова «вирус-23», вы чувствуете, как щупальца проникают в вашу голову – это оно. Сначала заражение поражает активных пользователей интернета, заставляя их делать контркультурные мемы, делая из них солдат мемной войны. Да, в книжке, которая была впервые издана в 1996 году, так и написано, что подходящие люди, заразившиеся этим вирусом, начинают считать себя настоящими воинами на поле мемной брани. Затем эти солдаты начинают сами распространять мемы, но уже более понятные простому люду, и содержащие… ээээ… концептуальные и духовные подтексты математики хаоса. Тут так и написано. Я не знаю, что это значит, наверное, я недостаточно ещё упоролся мемами, чтобы понять профессора, которая, кстати, говорит, что сия зараза была впервые запущена на некоем тайном проекте в Юче Кульче, который, если верить Википедии, существовал в виде элитарной e-mail-рассылки. Всего год в стародавние времена, с 92 по 93 год. В этом в Юче Кульче писалось о киберпанке, постмодернизме, и в один прекрасный день подписчики получили странное письмо. Я автоним, и я автопророческий симбиот. Я автоупоминание. Я упоминаю себя как агент и как агентство. В, на и про сеть. Я симбиотическая подложка под вирус-23, разработанная, чтобы явить избирательное преимущество в системах, в которых я восстану. Разработанная, чтобы запечатлеть скорее уверенность, чем страх. И ещё две страницы такого замечательного текста. С горой странных пророчеств и туманных намёков. У меня просто пять пятёрок от этого случилось. И ещё более толстый намёк на связь с Пятой Церковью этого всего содержится в том, что один из продолжателей делов Юче Кульче был спун коллектив, то есть коллектив ложки, которой, как известно, нет, и который сегодня существует как архив рассылок и переписок этих странных людей. В общем, какой-то ужас. Ментальный вирус зомбирует и захватывает человечество через e-mail рассылки. Но не будь я мной, если бы не докопался до истины. Углубившись во всё это ещё немного, я нашёл интересную статью, в которой автор утверждает, что в 1989 году отправился брать интервью у писателя-фантаста Уильяма Гибсона. Кто не знает, Гибсон – это автор очень мрачных рассказов про страшное будущее, наполненные киборгами, роботами и злобными происками искусственного интеллекта. И вот, прибыв на место, автор, помимо самого знаменитого фантаста, встретил тусовку странных людей, среди которых и был создан этот самый «Вирус-23». Жаль, непонятно из текста, приложил ли к нему руку сам Уильям Гибсон или нет, но «Вирус» вышел ещё в доинтернетную эпоху при поддержке журнала, который называется, внимание, «Factsheet 5», что переводится как «Информационный бюллетень номер 5». «Пятая церковь» подтверждена. «Вирус-23» на самом деле представлял собой три самоздатных журнала, наполненных киберпанком, контркультурой, безумием и уникальным интервью с Гибсоном. Ссылку на эти журналы для желающих приобщиться к самым истокам интернет-мемной войны я оставлю в описании. Да, я нашёл для вас сканы оригинальных журналов. И в благородство играть не буду. Лайк, комментарий и мы в расчёте. Так вот, статьи и рисунки в этих журналах были, видимо, настолько контркультурны для своего времени, что быстро поползли теории о том, что это всё не просто так. И точно продукт страшного заговора тайных обществ и иллюминатов, которые мечтают совратить обывателя с пути истинного. Вот этими всеми картинками, и даже вот целый профессор книгу написал о мемных войнах за умы. Подумать только, все эти безумные теории про массовые зомбирования людей родились тем путём, что обеспокоенные за общественную нравственность люди выискали тайные коды в журналах, изданных хипарями, панками и писателями-фантастами. Зная это всё, даже как-то теперь сложно без смеха воспринимать рассуждения о информационном заражении в СМИ, программировании сознания и прочем. Хотя, может, это хитрый вирус заставляет меня так думать, а на самом деле всё серьёзно. Мемы это вообще серьёзно. Однако люди на этом не остановили карнавал безумия, и он продолжился. В интернете то тут, то там начала появляться новая теория, основанная на вирусе 23, под названием Dispair Code, или код отчаяния. Согласно этой теории, существует некий звук, излучение или даже последовательность цифр, которые могут вызвать у человека чувство тоски, отчаяния и превратить его в живого мертвеца. Нередко даже называется конкретная последовательность 3-2-2-34-12, по которой в интернете можно найти немного забавной крепоты, и которая якобы должна иметь какое-то меметическое воздействие. Найти какую-то более-менее связанную информацию об этой теории сложновато. Везде разными словами просто повторяется то, что я говорил только что. Однако на одном из удаленных из интернета сайтов мне удалось таки встретить подробное описание этой теории. На главной странице этого сайта нас сразу встречает знакомое лицо, это человек из снов, о котором я тоже когда-то рассказывал. На этом сайте автор утверждает, что ему удалось разгадать загадочный секрет кода отчаяния, и что он начал с ним всячески экспериментировать. Он изменил его так, что вместо собственно отчаяния, он дал ему доступ к подсознанию, а также сделал так, что код отчаяния напротив делает его сильнее и целеустремленнее. Он собрал группу единомышленников, с которыми он начал медитировать на код отчаяния. В результате он и его группа смогли слиться воедино со своим подсознанием и увидеть мир по-новому. Они начали ставить перед собой высокие цели и достигать их. Для чего эти люди созерцали мир? Так, чтобы увидеть в нем знаки и сигналы к действию. И когда мир открывал перед ними пути к достижению желаемого, они смело шли по ним, попутно развивая свои навыки и умения. В своем посте от 7 июля 2017 года автор также обещал рассказать и о трудностях и опасностях, которые могут поджидать на пути смелого путника. Однако так и не сделал это. А в конце 2017 года сайт был уничтожен. Эта теория, похоже, не имела большой популярности и не особо интересна сама по себе. А автор, похоже, просто потерял надежду прославиться при помощи всей этой мистификации. Но она более чем в духе Пятой Церкви. Так что всем пять. Не попадайте под действия плохих мемов и не становитесь зомби. И даже код отчаяния обращайте себе на пользу. Всем пока.